Да, вот отсюда подъезжает скорая медицинская помощь с пациентом, он сюда у нас поступает. Суть самого приемного отделения в инфекционных больницах – это, в общем-то, отдельный осмотр каждого пациента. То есть какого-то одного общего большого приемного отделения здесь мы не увидим, это как раз наша специфика. Но если мы его госпитализируем, предположим, пациент выходит опять по грязной зоне, потенциально грязная зона – это улица. Снова надо пройти через грязную. Да, да, да. Это, к сожалению, такая специфика наша – разделение зон на чистые и грязные. Если пациент носилочный, это происходит на носилках, он поднимается по лифту, мы, слава богу, с вами на ножках ходим и пойдем к пешочкам на второй этаж. Вот, собственно говоря, это П-образное здание. Вот. Устроено все очень эргономично для того, чтобы максимально обеспечить, ну, емкость коечную. Коечную емкость. Что такое коечная емкость? Максимально проектанты предусмотрели возможность размещения на небольшом участке, максимальное размещение пациентов. То есть, да, 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 мне же очень все так говорят, где тут шезлонги, я уже постоянно говорю, смеются все. Здесь, собственно говоря, пациент попадает вот сюда, здесь он, ну, переодевается, он принимает душ, здесь есть санузел. Ну, понятно, кровать, тумба – это все ясно. Подключение всех лечебных газов. Да, мы знаем, что для нашей патологии инфекционные газы очень нужны, особенно кислород, сжатый воздух. В любом боксе можно подключить аппарат ЭВЭЛ. Что из такого интересного, которое не бывает в других больницах? Это передаточные боксы. Передаточные боксы отсюда, вот он сквозной, можете его отснять. Там обеззараживающая лампа есть. Внутри с чистой зоной передаются сюда питание и медикаменты. Одновременно две эти дверки открыться не могут, то есть они поочередно. То есть, грубо, здесь пациент потенциально опасный, у него инфекционное заболевание. Сюда инфекция попасть не может. Все вот эти разделенные потоки, грязные снаружи, чистые внутри, собственно, предотвращают распространение инфекции. Внутри уже учреждения. Вот это, собственно говоря, нюансы архитектуры вот этого здания. Мы сизолировали пациента. Он потенциально не опасен для медиков, находясь там. Он потенциально не опасен для других пациентов. Это очень важно. Когда поступил в инфекционную больницу, еще с одним пришел, еще с другим пришел. Вот здесь соблюдено все. Больница рассчитана на 232 койки. Проектная мощность. Но развернуться может при необходимости, если потребуется практически до 500 койков. Здание четырехэтажная больница. На первом этаже у нас располагаются приемные боксы X10 и реанимационные боксы. Их у нас 12. Со второго по четвертый этаж у нас располагаются уже боксы для палаты, для расположения уже больных пациентов. Их суммарно 120 боксов. Срок был также изначально и обозначен. 100-дневный срок. Нам надо было подвести объект уже к открытию. Вот к чему мы его, в принципе, и уже подводим. 5 августа у нас как раз истекает срок 100 дней. Работали посменно, круглые сутки и достигли вот этого результата. На сегодняшний день мы ведем практически уже работы по оснащению каждого помещения. То есть расставляя мебель, идут работы по уборке, по помывке всех помещений. Здесь изначально проектом не предусматривался ни подвал, ни чердак. Вся, получается, инженерная вот эта начинка. Мы, благодаря нашему директору, внесли здесь свое дополнение. У нас появился технический этаж, у нас появилось техподполье. Мы куда максимально уложили все инженерные коммуникации для того, чтобы уже функциональность всех боксов более была работоспособной. Учитывая то, что это капитальное строительство, капитальное, это наследие. Да, понятно, сейчас произошел ковид. Все понимаем. Все все понимают. Построили больницу, но она не будет приставать. Детство переедет. Из других местах мы консолидируемся с рукой здесь. Все выпуски программы «Семь дней» смотрите на YouTube-канале ТНВ.